Отключаю к нашему эфиру как раз человека, который ответит на этот вопрос, Артём Абинов, ведущий на этих группах компаний Телетрейд, с нами на прямой связи. Артём, здравствуйте, как нас слышно? Даниил, добрый день, вас слышно хорошо, вот вопрос зрителя, к сожалению, не слышал. Хорошо, я вам сейчас его продублирую. Зритель спрашивает, когда начнется новая волна обесценивания рубля, и не верит в нынешний курс, что он фундаментально обоснован и стабильным. Разъясните, пожалуйста. Я бы здесь разделил ситуацию на два момента, краткосрочную сейчас и долгосрочную в принципе. Из позиции краткосрочной, конечно же, сейчас у нас такой важный уровень 56 рублей 80 копеек. Если сможем закрыться ниже него, торговая сессия день сегодняшний закроется, то есть вероятность, конечно, к дальнейшему небольшому укреплению рубля, то есть снижению пары. А если нет, то по-прежнему слабление рубля и у нас пока что оно на повестке неизменно. А вот если мы говорим про что-то долгосрочное, когда оно начнется, вопрос открытый. Я бы сказал, что оно начнется одновременно с ростом американского доллара, а вот у американца не все так благополучно. То есть, с одной стороны, у него все хорошо, а вот риторика федеральной инвестиционной системы вечно ему какие-то подножки ставит. То ожидания банков завышены, то еще что-то. Можно на эту тему, конечно, отдельно поговорить, если это интересно. Говорите. Поэтому в долгосрочной перспективе я все-таки согласен. Да. Еще был... Здесь ситуация какая? Да, говорите, пожалуйста. Да. Здесь ситуация какая? Банки очень сильное ожидание закладывали на заседание ФРС на прошедшей неделе. И несмотря на то, что исправительное заявление ФРС было довольно истребенным, и прогнозы по инфляции, по ВВП на ближайшие периоды повышены, кроме долгосрочных, конечно. А потом вышел Пауэлл, неубедительная позиция, сомнения в перспективах, сомнения в монетарной политике, которую сейчас у Трампа, налоговую реформу свою предлагают, уже рассуцировали. И доллар на этом немножечко сник, начинает снижаться, и в том числе против российского рубля. В моменте есть такие снижения. Но при этом в долгосрочной перспективе у доллара-то все хорошо, в отличие от российского рубля. И ужесточение политики Федеральной резервной системы, и пошлины, которые США вводят, они, конечно, приведут к торговой войне, уже приводят к Китаю, ответные санкции вводят, но все равно в какой-то долгосрочной, ближайшей к нам перспективе, то есть это год, это позитив для доллара. И тут вопрос просто, на каких уровнях бы закупиться долларами против рубля, для того, чтобы как раз ожидать следующую волну снижения. При этом, сразу скажу, снижение там 80-100 рублей, не ожидаю. Но за 60 это вполне 62, 65, 68. Это вполне такие достижимые цели в среднесрочной перспективе. То есть лето. Я бы сказал, что мы, скорее всего, будем где-то вот на этих уровнях. Спасибо вам большое, Артем. Это было мнение Артема Авинова, ведущего аналитика группы компании Телефон. Продолжение следует...